всем привет снежок выпал смотрите какой красивый тихо сегодня так здорово смотрите какие деревья красивые сосна вот да редко у нас такая погода бывает что было тихо а я иду в багетную мастерскую получать свои работы приду домой и покажу какие картины я оформила зрители уже заждались мое видео о готовых работах я обещала показать сразу же как я принесла их из багетки но к сожалению обстоятельства не позволили мне этого сделать не хочется мне это видео омрачать грустными какими-то моментами но у меня нет настроения снимать ролики потому что всю неделю мы занимаемся поиском посылки которую я отправила своей подруге в москву из интернет-магазина феи в общем посылка потерялась фирме сдек и не знаю чем кончится это дело в общем мы всю неделю на нервах я ролик выложила на своем канале жили были не хотелось снимать грустное видео но пришлось это сделать если вам интересно то я оставлю ссылочку под видео вы можете перейти и посмотреть в чем там проблема на вышивальном канале мне не хочется эти негативные темы затрагивать но настроение не было поэтому я прошу прощения у зрителей что вовремя я не сняла такое видео у меня в контакте и в инстаграме есть фотки но опять же я их тоже сразу не делал потому что всю неделю была на связи то с подругой своей то в общем с этим сдеком там целая эпопея так ладно не будем о грустном если интересно сами посмотрите в общем я оформила четыре своих картины когда я пошла багетку я вам показывала видео мы подбирали с вами багет моим трем картинам я их забрала и когда забирала я еще отнесла оформить вот эту маленькую картину и потом подумала когда заберу эту маленькую сниму вам видео обо всех моих оформленных картинах но не совсем обо всех обо всех у меня уже были ролики о тех что я оформила в декабре в общем я оформила свою феечку вот такая вот феечка на эту феечку я загадывала желание а я все свои желания озвучиваю но одно желание я от вас скрыла ну ладно пусть она будет личное секретное вот но желание сбылось нормально все в общем я довольна работой в моей феи хоть она и такая маленькая но она работу свою выполнила подробнее о багетной мастерской у меня есть ролик очень мне нравится как оформляют в этой мастерской ни разу у меня не было нареканий хотя цена недорогая то есть это дешевая бюджетная багетная мастерская и за такую цену я считаю очень хорошее качество работы я слушаю девчонки рассказывают как у них оформляют плохо или перекосили работу или пятна какие-то нет у меня всегда все нормально я если честно не знаю не вскрывала на степлере или нитками вообще не интересовалась но работы я всегда оформляю там никогда у меня никаких пятен не проявлялось говорят девчонки что могут появляться от степлера со временем ржавые пятна если работа висит в холодном месте или в сыром у меня на балконе висят две картины пока все нормально прошлую зиму они там нормально перезимовали но в общем пока нареканий не было никаких ну я довольна и в принципе выбором багета я тоже довольна у них может быть не такой огромный выбор как в больших мастерских хотя я не с чем сравнить я других не заказываю но мне нравится что я могу сама посмотреть сама выбрать багет есть такие мастерские где нужно отдать работу и на их усмотрение будет багет или через интернет нужно согласовывать я люблю пощупать руками приложить посмотреть потому что у меня наверное плохо развито воображение хотя никогда так не считала но мне очень сложно представить что будет в конечном итоге пока я это не увидела своими глазами вот когда мне положили паспорту раму я это потрогал посмотрела и говорю да я так хочу не получается у меня через интернет это как-то делать выбирать а тем более еще как потеряли мою посылку я вообще не хочу ничего отправлять я хочу все делать в своих магазинах своих мастерских по минимуму то есть я понимаю что так не получится все равно какие-то заказы я делать буду но я так расстроилась вот в последнее время что мне хочется лучше пойти и отдать деньги и забрать вот своими руками чем почт связываться с почтой с доставками ну то есть пока я еще от шока не отошла я так решила что очень редко буду вообще пользоваться пересылками но если можно избежать конечно если я хочу отправить посылку подруги то я это сделаю а допустим переправлять свою вышивку туда потом обратно я считаю это очень большой риск ну наши посылки они ущерб потом будет невозместим девчонки в общем вот такую еще я икону оформила это матрона икона от фирмы нова слобода икону я оформила в короб потому что здесь камушки бисер и мне сказали в мастерской что с обратной стороны будет немножко выпирать картон то есть сейчас получается что вот так ровный картон но если не делать вот такую широкую раму то вот здесь будет выпирать я уже так оформляла одну икону она выпирала но не сильно в принципе меня это никак не напрягло но я вот следующие свои иконы которые вышиваю планирую дарить поэтому мне хочется чтобы они были безупречными и решила оформить вот так в короб в принципе я не знаю что лучше короб или без короба это все дело вкуса в принципе мне до этого нравилось как оформлено и когда она висит с обратной стороны не видно что немножечко картон выпуклый но это для себя я могу допустить такой косяк для подарка конечно же я так делать не буду и как раз для подарка я вышивала еще две иконы у меня еще две готовые работы обязательно я их должна оформить до нового года это у меня господь вседержитель и икона казанской божьей матери вот эту казанскую возможно я оставлю для себя очень она мне нравится особенно вот эти вот стразы которые на ореоле но у меня еще есть так я не приготовила ну ладно ничего страшного в следующих видео увидите у меня есть икона николая чудотворца я ее в подарок вышлю то есть до нового года мне нужно еще вышить одну икону и отдать на оформление после праздника наверняка багетная мастерская отдыхает а 7 рождество потом крещение много праздников будут церковных и мне хочется в подарок вот эти две иконы сделать в общем вы понимаете да почему я сейчас занята почему у меня нет продвижения по моим основным процессом а про все продвижения по иконам я знаю что многие не любят вышивку на религиозную тематику но так сложилось что я хочу сделать подарки я очень редко делаю вышивальные подарки своим знакомым и близким и в этом году я хочу исправиться и подарить еще одну работу я оформила опять же на религиозную тематику если кому не нравится я не виновата это чистое совпадение эту я работу вышивала для тимура это рука фатимы из серии религия востока от фирмы вышивальная мозаика я вышиваю от их фирмы еще одну работу но также я ее дарила опять же вы скажете что опять религиозная тематика но потому что я вышиваю себе иконы и мне не хочется чтобы в моем доме висели только иконы потому что у меня муж мусульманин и в общем я решила что буду вышивать и на мусульманскую тематику тоже я дарила картину аллах родителям тимура также я вышила мечеть у меня есть готовая работа она у нас дома и вот эта работа тоже будет у нас дома она очень по цвету подходит картине мечеть и в общем вот так оформилась тоже нравится мне оформление в этот раз вообще все оформления мне понравились бывает иногда что мы прикладываем багет и нет такого багета который бы идеально подошел но все равно нужно что-то выбирать из того что есть и бывает выберешь и думаешь ну ладно пусть будет это вроде неплохо вот в этот раз мне все рамы нравятся абсолютно вот все картины все четыре я считаю подобраны идеально но на мой вкус на мой я не идеальный человек может они не идеальные но на мой вкус но и сейчас я покажу работу которую конечно же ждали мои зрители до долго я не оформляла работы потому что все деньги тратила на наборы для вышивания и на подарки моим подругам и вот подарок ник до катя не дошел до у кого что болит тут о том и говорит показываю вам картины а сама параллельно думаю где же моя посылка вот именно поэтому я не снимала видео неделю посмотрите какая красота меня не видно из-за картины я видела как оформляли эту картину и у кого-то из девочек вот здесь была перекошена канва потому что канва триолис очень тонкая и вот если вот и вот этот заборчик штакетник смотрелся криво и когда я отдавала я сказала смотрите пожалуйста не перекосите иначе забор будет кривой но в принципе хорошо оформили чуть-чуть вот здесь вот съелся рисунок вот немножечко но в принципе это не страшно я понимаю что канва от триолис очень мягкая и она перекашивается и видимо по-другому невозможно было оформить хотя в принципе не так это в глаза бросается рама сделана под дерево очень похожа на этот заборчик эту картину мне дарила светланка она мне ее присылала в подарок я долго хотела эти розы но не решалась их купить на тот момент у меня еще не было абсолютно опыта в вышивании и я боялась приступать к этой картине но я все уши прожужжала светланке что ой я так хочу так хочу но пока рисковать не буду потому что я еще на 16 канве плохо вышиваю а здесь такая огромная масштабная работа в общем я боялась и светланка мне присылает ее в подарок мы всегда друг друга подстегиваем я ее подстегиваю снимать видео на ее второй канал кстати оставлю ссылочку на ее второй канал уютное тв а также на ее основной канал в общем мы с ней дружим с первого дня как только мы появились на ютюбе и мы постоянно друг другу помогаем постоянно друг друга подталкиваем в общем какие-то новые идеи подкидываем я подкинула идею созданием второго канала чтобы она еще нам показывала что-то больше чем вышивка но поскольку она стесняется свой второй канал рекламировать так же как и первая она стеснялась я сейчас его с удовольствием отрекламирую заходите смотрите но в общем мы со светой всегда друг друга на что-то подначиваем вот вы кстати часто задаете вопрос где найти вдохновение нужно иметь подруг вот прежде всего и тогда будет у вас вдохновение подруг единомышленников делаю акцент подруг единомышленников которые с вами на одной волне я очень переживала что у меня плохо получится оформить эту картину потому что я не хотела делать паспарту размер картины и так огромный 55 сантиметров в ширину и если сделать паспарту то картины будет еще больше а у меня нет столько стен куда бы я могла их развесить и переживала что рисунок будет зажат и обрезан если рисунок расположен в центре и вокруг есть поле то можно сделать и раму она не будет зажимать рисунок можно не делать паспарту но здесь обратите внимание рисунок он заходит как бы за раму да если ее сделать узкую то просто будет обрублен рисунок не будет продолжения и будет смотреться некрасиво поэтому вот такие работы идеально смотрятся с паспарту я не знала как я выпутаюсь из этого положения я сразу сказала девчонки не хотелось бы делать паспарту но если не получится оформить багет красиво то паспарту сделаем и тут же мне девочки показывают вот этот багет издалека он кажется как будто это паспарту или двойная рама нет это одинарная рама она вот такая двойная как бы два цвета в середине белые вот эти золотые отбивочки и коричневая кайма по краю идет очень мне понравилась эта рама я так люблю золото с разными узорами с вензелями я всегда хочу такие рамы куда-нибудь примастить когда я приношу какие-то простенькие работы и хочу какие-то навороченные рамы с вензелями и золотом мне конечно же говорят что они не подходят но я и сама вижу что они не подходят но очень хочу их куда-нибудь обязательно примастить и получается что ни в одной из этих работ на мне некуда было примастить а сюда очень мы хорошо их примастили в общем я рада как оформили мы в этот раз все четыре картины почему говорю мы потому что в этой багетной мастерской всегда девчонки помогают они участвуют в процессе я вам оставлю рекомендованное видео выезжает ссылка сейчас наверху и если вы живете в оренбурге то можете воспользоваться этой багетной мастерской ну все на этом я заканчиваю свой ролик большое спасибо за просмотр всем желаю удачи с вами была инесса пока пока